Здание поликлинического отделения поселка Горки 25, 1981 года постройки, спустя два года было сдано в эксплуатацию. Раньше это была 89-я поликлиника военно-морского флота с направленностью лечения военных служащих в близлежащих частях. В 2013 году после сокращения поликлиника вошла в состав Дмитровской областной больницы. Был произведен небольшой ремонт косметический, ну и в общем-то почти 40 лет все коммуникации, все помещения, они требовали обновления, поменялись и требования к самому наполнению здания, потому что раньше здесь только военнослужащие были, а сейчас и детки, и взрослые, и пенсионеры все лечатся здесь у нас. Учреждение здравоохранения двухэтажное, площадь 570 квадратных метров плюс 200 квадратных метров это подвальное помещение, в котором также будет проводиться ремонт. Благодаря усилиям главного врача, нас включили в программу губернатора по ремонту, будет, уже при ней идет, полный капитальный ремонт здания с заменой всех коммуникаций, с ремонтом всех помещений, крыша, подвал, ну и в последующем комплектация аппаратуры и мебелью. Мебелью новой. И в новых стенах, с новыми силами, мы будем продолжать свой труд по укреплению здоровья населения поселка Горки-25. Юрий Дмитрах занимает должность заведующего поликлинического отделения Горки-25 с 1999 года, когда оно еще принадлежало военно-морскому флоту. И по сей день. Кстати, среди бедперсонала также есть специалисты, которые уже не один десяток лет заботятся о здоровье жителей городка. Здесь у нас в данный момент полных ставок врачебных 4-5, свою забываю. Ну и плюс хирург, лор, невролог, у нас по четвертушке ставочки. Узкие специалисты, да, они по четвертушке ставочки, поэтому, скажем так, приемные каждый день, там три раза в неделю ведут по графику. Близлежащее медицинское учреждение для жителей поселка Горки-25 – это Дмитров. И населению городка и находящихся рядом деревень, а это порядка 7 тысяч жителей, будет сложно добираться. Поэтому было принято решение во время капитального ремонта вести прием населения. Было принято решение часть здания оставить в эксплуатации. Мы уплотнили эти кабинеты. У нас продолжает работать два терапевта – педиатр, стоматолог, лор-прием ведется и хирург. Ну и кроме этого, естественно, вся неотложная помощь оказывается. То есть, скажем так, свою функцию мы стараемся выполнять. Да, конечно, есть свои сложности, но тем не менее, в общем-то, нам удалось организовать. Юрий Дмитрах отмечает, что в городке все друг друга знают. И новость о капитальном ремонте действительно обрадовала жителей. Они с пониманием отнеслись к временным неудобствам. Очень ждали, наконец-то. Это очень здорово. Спасибо большое, что хотя бы в нашем поселке Горки будет сделана замечательная поликлиника. Мы этого очень все ждали. Наконец-то будет сделано отделение педиатрии отдельное, как оно у нас раньше было при воинской части. Надеюсь, что будет гинеколог свой, что нам не придется ездить в Дмитров. Но мы вообще ждем положительного этого всего. У нас жители очень хорошо настроены, а мне так вообще приятно. Хорошо. А как сейчас организована работа? Есть какие-то неудобства или еще что-то? Или вот специалисты, вот прям как было все? Все как было, так и есть. Ничего страшного. Каждый принимает. Также лаборатория, также врачи принимают. Записался в госуслуги, пришел к своему времени. Нет мне давки, ничего. Все как положено. Спасибо врачам. Они у нас молодцы. Мы им гордимся. Строительные работы в поликлиническом отделении стартовали в конце апреля. Завершение капремонта планируется до конца года. Продолжение следует...